Молодые, инициативные и неравнодушные к будущему России сегодня посетили Северский трубный завод. Они представители комитета в поддержку Владимира Путина. Этот комитет создан в Нижнем Тагиле. Сейчас инициативная группа выехала в тур по заводам области рассказать о подготовке митингов в поддержку Владимира Путина в Екатеринбурге, который намечен на 28 января этого года. Наша цель визита – рассказать, как мы видим ситуацию сегодня в целом в стране, послушать, как видят ситуацию рабочие и вашего предприятия, ну и, соответственно, заручиться поддержкой и высказать свою поддержку. Ну, я думаю, что все-таки это будет не однодневный какой-то там союз, что это будет более продолжительный союз, скажем так, и в дальнейшем мы будем находить точки соприкосновения. Основная задача, которую преследуют сегодня соратники Владимира Путина, прибывшие в Полевской, это сказать решительное «нет» – приходу к власти и стране левых или правых. Эти ребята выступают за стабильность экономического и политического развития страны. Они нашли общий язык с молодыми работниками Северского трубного завода. На фоне предстоящих выборов президента, конечно, эта работа очень важна, и ребята правильно делают, что решили проехать по предприятиям Уральского региона, вообще узнать мнение рабочих, как бы, рабочего класса, представителей разных специальностей о выборах, то есть, кого хочет поддержать, вот, узнать мнение общества. Стабильная ситуация в стране – это прежде всего продолжает Павел Полонский, стабильная ситуация на градообразующем предприятии – это заказы и отгрузка продукции, это достойная жизнь рабочих и их семей. В Полевском примером такой стабильности стало, что за 10 лет СТЗ в результате реконструкции построил практически новый завод, произведено переобучение персонала в соответствии с новыми технологиями. Северский трубный завод ведет активную работу по благотворительности, возглавляет попечительский совет города, участвует и инициирует различные социальные проекты, помогает ремонтировать здания детских садов, приобретать машины скорой помощи, и все это результат стабильно развивающегося предприятия в условиях стабильной политической обстановки в стране. Именно это и дает работникам предприятия уверенность в завтрашнем дне. Мы вообще за стабильность в стране, в обществе, то есть, вот, то, что завод наш работает стабильно, то есть, экономическая ситуация, она только, возможно, в политической стабильной стране. И я вижу, что наш будущий президент, я надеюсь, что он будет Путин, Владимир Владимирович, он все-таки сохранит нынешнее состояние в стране стабильности, как экономической, так и политической. Та идея, с которой сегодня на градообразующее предприятие приехали представители комитета в поддержку Владимира Путина, близкая, понятно, полевчанам. Именно поэтому работники трубного завода не просто поддержали тагильчан, а высказались резонно и взвешенно, даже удивив гостей своей твердой позицией. Ребята, как бы, они не кривят душой, они говорят, как есть, они видят, что есть на сегодня, да, какая есть ситуация, они видят это все, они не слепые, как думали некоторые, да, собственно, из-за чего и была цель, была цель-то приезда, да, и все-таки консенсус есть, они даже в чем-то нас преуспели чуть-чуть повыше, да, я еще не всегда успеваю следить за новостями, но ребята нам местами рассказывают то, что мы сами еще не знали. Завтра молодые и инициативные держат путь в Краснотуринск и другие города Урала. Ксения Балденкова, Александр Полищук, новости нашего города. Ксения Балденкова, Александр Полищук, новости нашего города.